Ом Ти Ви Юэй про Головне. В Пентагоне заявили, что начать применение F-16 ВСУ смогут не раньше весны. В следом за Дашей, Максом, может быть кто угодно, могу оказаться и я. Да, конечно. Страну оккупанта сотрясает не только уничтожение большого десантного корабля Новочеркеск в Феодосии, который, по слухам, имел на борту то ли груз иранских БЭПЛА Камикадзе типа «Шахед», то ли другие боеприпасы. Загорелось. Ну и резонансные ликвидации по линии ФСБ. Лубянко, по указанию Патрушева, чьи позиции выглядят очень ослабевшими ввиду отмены трансфера, стремится вписаться в новый срок Путина, быть карающим мечом путинизма с бесчеловечным лицом. У нас ощущение, что Россия тяжело больна, может быть даже смертельно больна. Мы сейчас находимся в ситуации, когда в России уже много политзаключенных. По подсчетам мемориала около тысячи человек. Я хочу напомнить, что даже в брежневские времена политзаключенных было, если я правильно помню, 280 человек. То есть сейчас уже там в четыре раза больше число увеличивается. Кремль после ошеломительного путча Пригожина, который бросил прямой и безапелляционный вызов Путину и его силовикам, перешел к тактике полной зачистки политического поля от любых очагов сопротивления. Не сказать, что задача оригинальная, особенно в условиях вторжения в Украину. Ведь консолидация вокруг вождя – единственная скрепа раздолбанной вертикали. Одна страна, один президент, одна победа. Главных критериев для попадания в список на зачистку по сути два. Первый из них – известность, причем известность токсичная. Второй – возможность собрать вокруг себя недовольных по какому-либо критерию. И таким образом раскалывать общество. Если в 2022 году режиму были нужны сакральные жертвы, вроде взорванной дочери сумасшедшего и злокачественного пропагандиста Дугина, то теперь все более обыденно. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Для ФСБ индикатор внутриполитической мишени – способность неконтролируемо воспользоваться своей известностью и таким образом бросить тень на вечного пересидента. Конечно, и кулаки сжимаются. Здесь самый вопиющий пример, конечно, покойный олигарх Пригожин. Он был достаточно смелый, мог поносить Путина как последнего утырка и при этом пользовался народным сочувствием. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка – законченный мудак? За Пригожинским движением внимательно следили в военных кругах. Соответственно, для многих он был явно не хуже счастливого дедушки. Бесстрашный, энергичный, харизматичный. Полная противоположность серости и трусу, сидящему в Кремле. Евгений – это Максимус. И он был верен народу, верен солдатам и верен королю своему. Таких полководцев нам не хватает. Что там говорить? С такими данными и амбициями в современной РФ политик просто не жилец. Ведь Путину нужны соглашатели, еще более ничтожные, чем он сам. Мы восстановим справедливость. Стрелять надо метко, работать надо честно. Евгений Пригожин. После Пригожина ФСБ ликвидировало перебежчика из Украины Киеву. Он даже внешне был похож на Пригожина. В своих манерах высказываний, повадках, обезбашенным поведении, был ярким политиканом, способным найти свою электоральную нишу на российской шахматной доске. Вот то, что сегодня происходит, это навсегда. Я сказал. В контексте ставки на абсорбацию оккупированных территорий юго-востока Украины, Кива мог играть роль своего рода голоса так называемой Новороссии. Были идеи создания подобной партии, но чекисты их оборвали на корню. В общем, самый крутой на планете остается Владимир Владимирович Путин, потому что он единственный. В случае Пригожина и Кивы наблюдаются ревностные выпады ФСБ против людей ГРУ. Ведь почему-то токсичного персонажа Гиркина не то что не зачистили, а даже накачивают ему рейтинг отсидкой в колонии. Конечно, Манделлы из него не выйдет, но все-таки лучше, чем кормить червей. Лубянка своих в обиду не дает. Начать работу по удержанию меня в качестве кандидатов к президенту РФ согласно действующему законодательству РФ. Игорь Иванович Пилков, Игорь Симович Гиркин. Остроты теми ликвидаций придает история с попыткой ФСБшников убрать токсичного выходца из гей-сообщества Антона Красовского. Оказывается, чекистами прорабатывается сразу множество вариантов будущего развития ситуации в России. В том числе подыгрывание партии мира с Западом. Ведь война рано или поздно закончится. Для демонстрации внешней аудитории соответствующих сигналов решили хлопнуть остервенелого зет-пропагандиста Красовского, который призывал топить украинских детей. Информационная атака на Антона Красовского по всем фронтам. За что? Просто за то, что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования, уровня, он фантастически талантливый человек. Для глубинного народа рупор ЛГБТ-тусовки также совершенно токсичен. А потому его устранение даже добавило бы очков Путину в глазах апологетов традиционализма. К тому же в свое время Красовский засветился на Майдане в Киеве. Вот этот гомосек Красовский убивает, конечно, наше полнейшее нежелание воевать. Не веря в войну, неспособность войну назвать войной. Как можно побеждать таких обстоятельств, я не знаю. Наше это чье? Гомосеков? Ты, подонок, дружок Собчак, который с ней под фото Бандеры фотографировался или нет? Который на гей-парады выходил в Америке. Но сценарий с ликвидацией гея на передовой путем отравления отклонился от первоначальной задумки. Он выжил. И теперь снова в фокусе общественного внимания. Его любовнику и сожителю, актеру Черных, который также ходил в агентах, наоборот, совершенно не повезло. На конспиративной квартире ФСБ у него случился инфаркт. Все. Вывод из очередного эпизода очень простой. Маховик ликвидации будет лишь нарастать, дабы сделать чистым не только политическое поле, но и ряды приближенных ко власти. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Знаете, как я сказал? Путин придет, порядок наведет. И у меня в голове первую очередь. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдал. Уже одобрили новый бюджет Пентагона, который в очередной раз, который по счету побил все рекорды, составил в этот раз. По 786 миллиардов долларов на Украину позволено потратить 300 миллионов. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться. Ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры.